для мужчин очень важным является увлечение то есть мужчина ни один мужчина никогда не возьмет женщину никогда я конечно не правильно сказал но ни один мужчина никогда не возьмет женщину замуж не увлекшись ей ну конечно случаи разные бывают бывает там ради денег бывают еще там мужчины практичны и очень часто мужчина должен увлечься этой женщиной должен увлечься ее телом глазами не знаю там чем-то еще но увлечение оно должно присутствовать еще один есть закон такой в эзотерике в отличие от эзотерики чувств которые притягивает противоположное эзотерика телесного она притягивает одинаковое то есть это выглядит так допустим в случае если человек занимается телесным творчеством то есть он рисует сочиняет музыку то есть он творит что-то это может быть умственное или телесное вот смотрите телесное и умственное они притягивают подобное а чувственное все протягивают противоположное таким образом если вы мечтаете о мужчине то притяните противоположное потому что это чувственно а в случае если вы мечтаете и вам нужно привлечь к себе допустим чьё-то чьё-то наверное увлечение то вот такое увлечение можно привлечь при помощи вашего увлечения таким образом я могу сказать что если у вас на горизонте никого нет и вам необходимо сделать так чтобы кто-то появился вам не нужно искать этого человека а вам нужно увлечься чем увлекитесь собакой стрижкой этой собаки начните увлекаться своими детьми в случае если вы одинокая мамочка начните увлекаться там каким-нибудь видом бизнеса начните рисовать писать но пусть это не будет основной вашей работы это будет приятным очень хорошим увлечением это может быть хобби собиранием коллекционированием написанием музыки танцами пением в караоке там йога или там фитнес или еще что то но это увлечение оно должно быть приятным вот смотрите чем больше у женщины будет увлечение тем больше мужчин будет подобное к подобному притягиваться увлекаться этими женщинами вот она где магия